Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. 30 лет спустя по подземным рельсам Самары пустили новый состав. Перейти от слов к делу. В Самаре в шестой раз стартовал Том Сойерфест. В городе начали выбирать место для памятной стелы, где можно оставить свои предложения. Многоуровневые развязки, путепроводы и километры новых дорог. В Самаре идет второй этап строительства Фрунденского моста. Продолжение строения через реку Самара позволит разгрузить дорогу в Куйбышевский район города, Новокуйбышевск и Южные районы области. Подробнее в следующем сюжете. Дорогу по Пугачевскому тракту поднимут над улицей Грозненской. Для этого сейчас на развязке возводят шесть опор. Каждая состоит из четырех колонн. Пролетные основания строители планируют сделать до наступления холодов, чтобы в следующем году приступить к устройству дороги и открыть движение. Бетонировать пролеты будут особым способом. Все 124 метра за один раз. Это сделает конструкцию гораздо надежнее. Внутри самого тела пролета будут просунуты специальные арматурные канаты, которые впоследствии будут натянуты и придадут пролетному строению дополнительную жесткость. Это позволяет, во-первых, заливать сразу единоразово 120 метров длины. Развязка Пугачевский тракт Грозненской – одна из трех, которые возводят в рамках второго этапа строительства Фрунденского моста. Он включает в себя также строительство путепровода через железную дорогу и транспортную развязку на пересечении Кряжского и Новокубышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской. Как идут работы, проверили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Второй этап должен завершиться к началу 2023 года. Но, по словам подрядчика, у компании есть силы и ресурсы для того, чтобы ускориться и завершить строительство раньше установленных сроков, если будет дополнительное финансирование. Второй этап, конечно, крайне важен для городского округа Самары, для южных районов Самарской области, для сотен тысяч жителей. Сегодня темпы строительства нужные, надлежащие, все идет по графику. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эти темпы возрастали. Что для этого нужно? Для этого нужно увеличить финансирование, как обычно. Здесь компетентные работают строители, и они с задачей своей справляются. Кипит работа и у самого Фрунзенского моста. Здесь завершают обустройство съездов, устанавливают ограждения, знаки и светофоры. Наносят разметку, кладут верхний слой асфальта на девятом съезде, укрепляют откосы растительным грунтом и сеют траву. После этого, к началу осени, все съезды с правой стороны будут готовы к использованию. Несмотря на то, что перечислил много объемов работ, планируем до конца августа все работы завершить и передать в эксплуатацию. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. После реконструкции магистраль обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу «Самара-Волгоград», а также повысит транспортную доступность Куйбышевского района Самары и Новокуйбышевска. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Новый электропоезд вышел на подземные дороги Самары. На этой неделе в метро в вагонах повышенной комфортности проехали первые пассажиры. В городе начинается реализация программы замены подвижного состава, рассчитанная до 2023 года. Насколько идея оправдывает себя, проверили губернатор Дмитрий Азаров и глава «Самары» Елена Лапушкина. Они осмотрели и дороги, которые ведут к станциям метро. Олег Зверев продолжит. 30 лет спустя первый новый состав вышел на подземные рельсы Самары. Четырехвагонный поезд оснащен дополнительными системами безопасности и комфорта и приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров. Игорь Воронин работает вагоновожатым со дня открытия первых станций. По его словам, для машиниста созданы наилучшие условия. Удобное кресло, управление при помощи дисплея. Это, конечно, новая техника модифицированная, но сделано больше для безопасности пассажиров. Это первейший класс. Ходовые качества и система безопасности в поезде оценили губернатор Дмитрий Азаров и глава «Самары» Елена Лапушкина. Деньги на покупку нового поезда для метро были выделены из областного бюджета. Программа обновления подвижного состава рассчитана до 2023 года. За это время нужно будет заменить еще 42 вагона, то есть 10 поездов. Появление нового состава – это, в первую очередь, забота о безопасности, о комфорте пассажиров, жителей Самарской области. Сейчас приобрели новый состав. И, конечно, будем двигаться и дальше в этом направлении, никаких сомнений нет. Современный, удобный, безопасный, комфортный для людей. А пока приобретение новых вагонов только еще в планах, будет проводиться капитальный ремонт тех, что уже есть. Есть план по реализации. У нас вагоны метро, которые мы получили в 86-80-м году, уже истекает срок. Нужно либо проводить ремонт капитальный, либо закупать новые составы. Часть мы закупаем совместно с областями, часть мы ремонтируем капитально. От российской до победы лишь на первый взгляд далеко. Метро – самый быстрый из всех видов городского транспорта. Станцию, украшенную наградами Великой Отечественной, к 75-летию победы отремонтировали. Укрепили бетонные основания железной дороги, провели косметические работы, обновили наземный павильон. На стенах вдоль лестницы появились портреты маршалов Красной армии. Не только станция метро, но и улица победы должна выглядеть как новая. Губернатор и глава города проверили, как идет комплексный ремонт участка от проспекта Кирова до улицы Гагарина. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап работ до улицы Елизарова выполнен с опережением графика. Идет полное обновление, приводит в порядок тротуары, проезжую часть и газон, а также создает новые парковочные места. Глава региона отметил, что при комплексном ремонте хорошо было бы одновременно решать вопрос ремонта фасадов, замены коммуникаций и перекладки проводов под землю, чтобы придать улице дополнительный лоск. То же самое касается и другого участка, уже на проспекте Кирова, где проводится капитальный ремонт подъездного пути к Кировскому мосту. С момента открытия моста эта проблема оставалась актуальной. Теперь четырехполосная дорога уже почти сделана. Движение открыто, а вместе с ним на этом участке пропали пробки. Олег Зверев, Николай Милюткин, События. В Самаре готовятся отметить 90-летие воздушно-десантных войск. 2 августа 1930 года сформировали первое парашютное подразделение в стране. К празднику в Парке Победы торжественно открыли памятник Василию Маргелову, легендарному командующему ВДВ, благодаря которому эти войска приобрели стратегическое значение. Подробности в нашем следующем сюжете. Они в шутку называют себя войска дяди Васи в честь легендарного командующего Василия Маргелова, ведь именно он впервые смог рассмотреть в десантных подразделениях войска стратегического назначения. Мобильные маневренные группы, способные выполнять любые задачи, в том числе и в тылу противника. Василий Филиппович возглавил ВДВ в 1954 году и сделал их одними из важнейших в структуре вооруженных сил. При Василии Филиппович появилась и авиация, артиллерия, бронетехника. То есть это как бы стал не просто род войск, а именно вот как отдельное подразделение со всем своим имуществом. Памятник Василию Маргелову в Самарском Парке Победы торжественно открыли губернатор Дмитрий Азаров и председатель комитета по обороне Государственной Думы Героя России Владимир Шаманов. В Самаре отношение к воздушно-десантным войскам особое, в военном Кубишеве, в 1941 году было открыто первое в стране парашютно-десантное училище, все выпускники которого были направлены в действующие войска. Я очень рад, что сегодня здесь открывается памятник Василию Филипповичу, но думаю, что первое слово по справедливости нужно предоставить депутату Государственной Думы, председателю комитета по обороне, человеку, который с 2009 по 2016 год был командующим воздушно-десантными войсками, Герою России Владимиру Анатольевичу Шаманову. За особый вклад Кубишева, где было сформировано в 1941 году, единственное на то время первое воздушно-десантное училище, которое передвигалось за войсками, и первые выпускники училища пополнили офицерский корпус десяти корпусов воздушно-десантных стратегического резерва. Сегодня во всем мире воздушно-десантные войска – это элита вооруженных сил, оказаться в составе крылатой пехоты – мечта многих школьников. В этом году ВДВ страны исполняется 90 лет. Самарская область – одна из центральных в праздновании. В канун Дня ВДВ в Тольятти откроется школа имени Маргелова и памятник великому генералу. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Обновленный сквер возле храма Кирилла и Мефодия и другие общественные пространства, которые отремонтировали по нацпроекту «Жилье и городская среда», осмотрела Елена Лапушкина. Глава города побывала и на площадке в Прибрежном, где скоро также появится новый сквер с каруселями и спортивным оборудованием. Как преображается территория, увидела и Мария Левина. Сейчас здесь в Прибрежном работы идут полным ходом. Уже в этом году общественное пространство сквера Овчарова преобразится. Виктор Егорович живет в поселке больше полувека. Окна его квартиры выходят на сквер, который сейчас активно благоустраивают по программе «Комфортная городская среда». Привести пространство в порядок решили более 15 тысяч самарцев. Они отдали за него свой голос в общественном голосовании. «Приголосовали, чтобы его сделать. Добивались вот эту дорожку, нижнюю, тротуар. Там был бетоном покрыт. Тротуар здесь выложили плиткой и уже заасфальтировали основания для детской и спортивных площадок. Здесь появятся поля для хоккея, баскетбола и футбола. Сейчас устанавливают оборудование. Сквер будет зеленым. Здесь засеяли травой более 5 тысяч квадратных метров земли. Скоро посадят деревья, установят освещение. Хоть работ в Прибрежном оценила глава города Елена Лапушкина. Эти задачи нам рассказали и поставили наши с вами жители, которые проживают недалеко у нас в поселке Прибрежном. Он будет другим, но он будет не менее интересным. И наши архитекторы, и специалисты рекомендуют жителям, что какое дерево может прижиться на данной территории. Есть многие нюансы, которые жителям надо просто объяснить. Из Прибрежного инициативная группа отправилась инспектировать общественные пространства, которые преобразили в прошлом году. Тоже по программе «Комфортная городская среда». Это сквер у храма Кирилла и Мефодия и сквер Фадеева. К группе присоединился председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. По его словам, такой нарядный и цветущий Самару он не видел давно. Площадка у храма Кирилла и Мефодия преобразилась до неузнаваемости. На месте неухоженного пустыря появилась красивая и современная зона отдыха. Подрядчики вывезли отсюда порядка 1300 тонн мусора. Детская площадка в близком для Самары космическом стиле. Одна такая в области. Цветы, газоны и деревья. Этот зеленый оазис получился даже лучше, чем можно было представить, радуются жители. В подобном стиле оформили сквер Фадеева, что вдоль так называемого Козловского дома на проспекте Ленина. Хотя сквером эту площадку назвать сложно, получился целый парк. Его дизайн-проект корректировали несколько раз, учитывали пожелания самарцев. Это пространство получилось самым дорогим. Лучше, чем в парке. Он даже сказал, что даже автомобилей не слышно. Потока машин не слышно. Здорово. Город становится, он чище стал, он красивее стал. Зелень сохраняем, цветы поливаем. Ну просто, когда сейчас замечали дело, вот здесь не полить. Полить, здесь постричь, здесь там на траву убрать. Женские руки иногда нужны. Напомню, в прошлом году по федеральной программе «Комфортная городская среда» в Самаре преобразили четыре сквера. Фадеева у храма Кирилла и Меподия, на бульваре Металлургов и на Крымской площади. В этом году в тройке лидеров общественного голосования оказались сквер Овчарова в Красноглинском районе и сквер Невского в Кировском. И площадка на улице Авроры, на углу с улицей Аэродромной. Мария Левина, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самаре открылся очередной сезон Томсуэр-феста. Этот фестиваль уже шестой год подряд объединяет неравнодушных граждан, которые реставрируют старые дома и восстанавливают историческую среду своего города. Популярная акция зародилась именно в Самаре, но сегодня объединяет уже более 50 населенных пунктов. Глава города Елена Лапушкина побывала на открытии популярного фестиваля и пообщалась с волонтерами. Сколько объектов отреставрируют в этом году, расскажет Мэри Элчан. Александр Горин в начале года купил дом на улице братьев Коростелевых, 127. Говорит, всегда мечтал жить в исторической части города. Сейчас молодой человек вместе с семьей занимается ремонтом и лишние руки в помощь не помешают. Знакомые посоветовали обратиться к инициативной группе Томсуэр-феста. Теперь дом Александра – один из объектов, которые в этом году помогут отреставрировать волонтеры. Завтра уже Томсуэр-фест начнет ремонт фасады. Я этому очень рад. Рад, что волонтеры помогут нам, что этот дом преобразится. Дом будет красный, с белыми вставками, яркий. Я думаю, всем понравится. Решили, что сезон такой, что больше одного жилого дома мы не берем в этот сезон, чтобы все сделать хорошо, не гнаться за цифрами какими-то. Впервые мы работаем с таким объектом, когда человек купил старый деревянный дом в качестве жилья и сейчас проводит капитальную его реконструкцию, а мы ему поможем. Томсуэр-фест придумали и впервые провели в Самаре в 2015 году. Сейчас он проходит в 53 городах и селах России. Всего за пять лет работы волонтеров восстановлено более 80 домов по всей стране, 15 из которых в Самаре. На открытии шестого сезона фестиваля побывала глава города Елена Лапушкина. Вокруг себя объединяется единомышленников. И таким образом рождается то самое гражданское сообщество, активное, объединенное одной из замечательной идей. И это не менее прекрасно, чем восстановление просто фасада дома. И за вами идут люди, что тоже очень и очень важно. Из года в год основная цель проекта – обратить внимание на историческую среду и объединить городских активистов в деятельное сообщество. Начинание, которое зарождалось как региональная инициатива, сейчас стало федеральной повесткой, отметил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Замечательно, что мы с вами не только возвращаем старый облик городам Самары, но и пропагандируем сохранение красоты и своих истоков, своей истории. И это находит такой охват и такую поддержку по всей стране. В этом году, кроме дома, на братьев Коростелевых планируется отремонтировать трансформаторную подстанцию в стиле модерн и создать на одной из стен улицы Ленинградской панно из почтовых ящиков. Стать волонтером и внести свою лепту в преображение города может любой желающий. Для этого нужно написать в официальную группу в соцсетях фестиваля. Мэри Елчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Приводить в порядок продолжают и озеро в парке 50-летия октября на Металлурге. Очистили от цвета с помощью специального полезного вещества и задействовали еще один водовод, чтобы как можно быстрее добиться необходимого уровня воды. Как сейчас выглядит место притяжения горожан, проверила Мария Левина. Еще месяц назад это место притяжения самарцев в парк 50-летия октября сильно беспокоило горожан. Из-за сухой зимы уровень воды в озере существенно снизился. Прибавило хлопот и аномальная жара. Вода начала цвести. Ну видите, сейчас опять наливают и опять стала эта вода много. Подниматься стала. Ну это все заметно. Да, заметно подниматься стало. Во-первых. Во-вторых, они всю тину убрали. Она была почти вся покрыта. Прямо заболоченная. Мы уже думали все сушить что ли собираются. А оказывается нет. Убрали. Народа здесь много. Вы не представляете. Дети маленькие, грудные приходят гулять, потому что здесь все-таки зелень. Не то что в черте города. Работники парка своими силами пытались бороться с погодными сюрпризами и их последствиями. Убирали прибитые к берегу водоросли. Позже стали чистить середину водоема с понтонов. В Кировском районе здесь практически нет места водопады. Такого, как наш парк, допустим. Поэтому народу очень много у нас. И озеро это одно из достопримечательностей. Поэтому все за него болеют, беспокоятся. На подмогу пришли городские власти. Озеро не только очистили, но и выпустили в воду специальные полезные микробактерии, которые замедляют цветение воды. Помимо ежедневной уборки как с воды, это лодки, плоты, так и с берега водорослей, порядка 40-50 мешков в день мы вывозили, было принято решение добавить специальный состав на основе полезной микроводоросли, которая помогла побороть часть плохих, назовем их так, водорослей, очистить озеро, насыть его кислородом, сделать воду более прозрачной и убрать цветение. Ну, результат мы с вами видим прекрасно. Озеро преображается каждый день, с каждым днем становится лучше. Вода в озеро поступает по двум трубам диаметром 50 миллиметров. В месяц по ним в озеро попадает почти 12 тысяч литров. Чтобы поднять уровень воды быстрее, задействовали еще один источник с большим диаметром – резервный. По нему поступают еще 14 тысяч литров. Последний раз его использовали в 90-х годах. В месяц вода в озере поднимается примерно на 40 сантиметров. По плану прежнего уровня удастся добиться к концу августа. Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самаре началось общественное обсуждение выбора места, где установят памятную стелу – город трудовой доблести. Оно продлится до 3 августа. Принять участие могут все желающие. Напомню, указ о присвоении звания городу, где ковалось оружие победы, в начале июля подписал президент Владимир Путин. Это историческое событие решили увековечить установкой стелы. Где самарцы могут оставить свои предложения, расскажет Лариса Шлафаст. О трудовом подвиге куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны рассказывает один из залов музея Ильдара Рязанова. Здесь представлены уникальные экспонаты, предметы быта, которыми пользовались жители в военные годы. Это чемоданчик инженера. В куйбышев было вырвано более 20 промышленных предприятий, которые составили основу авиационного кластера промышленности в нашей области. В экспозиции представлены и видеозаписи воспоминаний детей войны. В проекте «Живой музей» можно из первых уст узнать о том непростом времени, когда для победы трудились все – и взрослые, и дети. Он представляет собой видеоинтервью с представителями поколения детей войны. И многие из них начали свой трудовой путь, трудовую деятельность именно в годы Великой Отечественной войны. И среди этих интервью много тех, кто как раз вложил свой вклад в трудовой подвиг нашего города в годы Великой Отечественной войны. Особые заслуги Куйбышева, запасной столицы, где ковалось оружие победы, отметил президент России Владимир Путин. По итогам заседания Российского организационного комитета победа глава государства подписал указ о присвоении 20 городам страны, в том числе и Самаре, почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание, считаем, это заслуженно нам наградили. Эти люди отдали всю свою силу и энергию и будут носить это до конца своей жизни, это высокое, почетное звание, трудовая доблесть для города Куйбышева, Самара. В войну весь народ, весь народ, в деревне хлеб выращивали, на заводах машины делал, моторостроитель моторы делал, наши самолеты делали, другие заводы, другие продукции делали. Для фронта нужно было очень много, очень много. И поэтому я считаю, что молодежь, даже молодежь, которая работала, в основном молодежь работала, они имеют, как говорится, право получить вот это высокое звание. В честь присвоения Самаре высокого звания и в память о подвиге куйбышевцев в годы войны в Самаре появится Стелла «Город трудовой доблести». Где она разместится, выберут сами самарцы. Своё мнение о месте установки Стеллы жители могут высказать, отправив письмо на электронную почту, либо воспользовавшись специальным ящиком для голосования, который установлен по адресу город Самара, улица Куйбышева, дом 120, в здании Управления информацией и аналитики администрации Самары. Голосование продлится до 3 августа. Наиболее популярные варианты места для установки Стеллы в начале августа будут вынесены на общенародное голосование. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Определят жителей скульптуру, которая увековечит память о первом исполнении всемирно известного вальса на сопках Маньчжурии. В конкурсе приняли участие авторы более 20 различных проектов. Жюри выбрало 4 лучшие композиции. Из них самарцы выберут ту, которую украсит Струковский сад. Лариса Шлафаст узнала, какие есть предложения. Сама арка, собственно, она выполнена как точная копия арки начала 20 века. Плюс фонари выполнены тоже в историческом стиле. Задача стояла максимально соблюсти историческую точность и почтить память героев. Рассказывает об одном из проектов победителей конкурса на сопках Маньчжурии архитектор Петр Панин. Над воплощением идеи трудилась целая команда профессионалов под руководством заслуженного архитектора России Алексея Панина. По задумке в парке должна появиться 9-метровая арка, ограду которой украсит Георгиевские кресты, а на ступенях установит танцующую пару. Илья Шатров в свое время был знаком с самарской девушкой. И у них был роман, и тема такая, что он приглашает ее на танец, и как раз под аккомпанемент Летрова. На суд жюри конкурса скульпторы представили 22 работы. У каждого автора свое видение, каким должен быть монумент, увековечивающий первое исполнение знаменитого вальса на сопках Маньчжурии, которое состоялось в Самаре более ста лет назад. Эта музыка посвящена героям русско-японской войны. Установить памятник планируют в Струковском саду, где впервые и прозвучало музыкальное произведение. Имена авторов проектов были скрыты, каждой работе присваивали свой номер. Оценивало идеи жюри, архитекторы, скульпторы и музыканты. Определить финалистов было непросто. Это был один из самых интересных и одновременно сложных конкурсов профессиональных. Почему? Потому что задача была поставлена достаточно широко. Разобладало основное отношение к данной теме, что решение должно быть все-таки в большей степени контекстуальным. Почему? Потому что это история нашего города, история архитектурная, история, как мы видим, и музыкальная. Окончательное решение будет принято с учетом мнений горожан. Общественное голосование по проектам финалистов начнется 3 августа. Познакомиться с работами все желающие смогут на выставке в Доме архитектора. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok